11 января без преувеличения можно назвать самой вежливой датой в году. А все потому, что именно в этот день по всему миру отмечают Международный день «Спасибо». С каждым годом все больше стран и людей присоединяются к этому празднику. Наша съемочная группа решила выйти на главную пешеходную улицу города, чтобы выяснить, как жители областной столицы относятся к такому празднику, считают ли они себя воспитанными людьми и, самое главное, кому готовы говорить спасибо и в каких случаях. Мы, молодое поколение, должны говорить спасибо своим родителям за то, что мы появились на свет и за то, что они нам дают начало, основу. Очень часто в жизни бывают ситуации, когда люди нам помогают, но мы не можем их поблагодарить вовремя. Очень часто я замечаю это и за собой, конечно же. Когда кто-то делает добрый поступок по отношению ко мне, я бываю грубой и вовремя не могу сказать такое простое слово «спасибо». Я считаю, что мы должны быть добрее друг к другу и всегда благодарить за все, что для нас делается. Мне кажется, что спасибо – это как бы не только спасибо как благодарность, но и как пожелание. Спаси тебя Бог, чтобы тебе все было хорошо. Спасибо я говорю каждый день, потому что воспитанный человек. О празднике я не слышал, но я считаю, что отмечать его надо так, что побольше говорить спасибо. Кому вы говорите спасибо? Ну, окружающим, которые делают мне добро какое-либо. Лучше много раз говорить спасибо и говорить здравствуйте. Даже если ты человека видел и все равно снова его встречаешь, и все время нужно говорить спасибо. Даже происхождение этого слова «спаси тебя Бог», да, а Бог – это и есть любовь. Поэтому надо об этом всегда помнить и говорить это. Часто я говорю спасибо, а вот о празднике о таком не слышала. Я считаю, что, конечно, нужно быть благодарным, вежливым, с пониманием ко всем относиться. Ну, не знаю, возможно, я провела бы какую-то благотворительную акцию в честь этого праздника. Продолжение следует...